Громкий скандал разгорелся между Украинской Православной Церковью, Киевского Патриархата и детским центром для детей с особыми потребностями Прометей. Епархия намерена отсудить помещение, в котором находится учреждение. Подробности конфликта в спецрепортаже Маргариты Гирговской. В этом помещении, расположенном вблизи собора Святой Троицы, находится центр для детей с особыми потребностями Прометей. Его директор Анжелика Псарева рассказывает, в 2015 году хозяйка помещения Виктория предложила центру бесплатно арендовать помещение. Объяснила, что оно существует для благотворительности. После трехкомнатной квартиры, где ранее располагались несколько десятков воспитанников Прометея, такое помещение стало настоящим спасением. Прометей работает в режиме детского сада и в нем занимаются дети с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна. Тут весело, много друзей, тут весело, дружно. Мы пишем, рисуем красками. С полтора года, когда мы еще не ходили, не сидели, не переворачивались, мы попали в центр Прометея, в котором специалисты занимались результативно с нашей девочкой. Она в данный момент у нас уже первоклассница. Ходим с опорой. Анжелика Псарева говорит, вскоре после того, как Прометей занял это помещение, к ним стал наведываться владыка Фотий, который объяснял, что это помещение принадлежит епархии и центр здесь находится незаконно. После устных рекомендаций найти себе другое место, владыка перешел к действиям, говорит директор центра. Сначала с его подачи в помещение было отключено отопление. В ноябре месяце у нас снимают газовый щелчек. В то время, когда отопление включают по всему городу, мы три недели с детьми находимся здесь. Но, вы знаете, у нас заболел, конечно, не один ребенок. Фотий нас очень хорошо социализирует, в общем, знаете, так подкрепляет здоровье наше. После этого, говорит Анжелика, Фотий похлопотал над тем, чтобы в центре отключили воду. Хотя Анжелика показывает квитанции по оплате коммунальных услуг, на которых указана ее фамилия. В феврале месяц. Мы три дня, дети в памперсах, находимся без воды. Мы едем в водоканал и спрашиваем, что случилось. Вот платежи, все оплачено, вот аренда, арендаторы. Там дети, дети в памперсах, дети-дошкольники. Что вы делаете? Мне в водоканале конкретно говорят, что Фотий заявил, что это помещение не работает, а ему оно не мешает. То есть вообще никто ни во что не вникает. Пришел человек с крестом в сане, понимаете, украинская православная церковь. Ему, естественно, все поверили. Когда мы приехали, начали рассказывать. Знаете, многим было очень стыдно. Как удалось узнать, это помещение, площадью около 500 квадратных метров, в которое входит двухэтажное здание с подвалом и гаражи, было пожертвовано Запорожской епархией УПЦ Киевского патриархата Запорожским механическим заводом в 2007 году. Через некоторое время владыка Григорий, бывший тогда архиепископом, продал эту недвижимость своему сыну. Как он объяснил журналистам, необходимы были средства, чтобы доделать ремонтные работы в соборе Святой Троицы. Продажа недвижимости родственнику, на его взгляд, была гарантией того, что здание, кроме как для благотворительных целей, использовано не будет. К слову, завод и жертвовал недвижимость на условиях, что она будет использоваться для осуществления права на свободу исповедания и распространения православной христианской веры. Впрочем, о том, что Григорий продал помещение и оно больше не принадлежит епархии, в этой самой епархии не знали, уверяет нынешний епископ Запорожский Мелитопольский Фотий. Коммунальные послуги, рахунки за них приходили на управление Запорожской епархии. То есть с 2008 года на приватную особу они не переоформировались. Больше того, никто из духовенства и верующих не знал, что это помещение уже не принадлежит церкви. И там духовенство работало, проводили ремонты. Фотия назначили руководить епархией в 2014-м. В связи с длительной болезнью Григория, а также причиной отставки указана и продажа владыкой помещения церкви. Владыка Фотий рассказывает, спустя буквально несколько дней после того, как его назначили архиепископом, сын Григория перепродает помещение своей племяннице Виктории. Впрочем, владыка Григорий объясняет, это сделано для того, чтобы епархия не отобрала себе помещение, ведь у нового руководства на него были свои планы. Из джерел других вышло, что только приехал молодой владыка и сказал, это я отдам бизнесмену на другой поверх, потому что я ничего не трогал, не сделаю. Чтобы сделаю под офис, гаражи подам под пио, под склады. Ну, буду заниматься бизнесом. Тогда и началась необъявленная война и между двумя архиепископами. Конфликт за спорное помещение продолжается. Состоялось уже несколько судебных заседаний. Первое в Коммунаровском суде, где в удовлетворении иска епархии отказали. А вот апелляционный суд решил вернуть помещение епархии. Сейчас конфликт рассматривается в высшем специализированном суде Киева. Впрочем, Фотий говорит, что пока что детей выгонять на улицу не будут. Но гарантии того, что дети здесь останутся, как и прежде, не дал.